Возможно проживание? Это как нужно расценивать? Возможно? Это безопасно или опасно? Дома холодно, крыши нет, чердак открыт, штукатурка в подъезде падает. Что будет дальше? Надо мной квартира Альфтина Николаевна, у нее провис потолок, где гарантия того, что это не упадет сейчас вниз по второму кругу. В доме на улице Мусоргского, где все еще напоминает о недавно произошедшей трагедии, уже зажигается свет и подключается газ. Экспертная комиссия заключила, что дом пригоден для проживания после ремонта. По информации администрации Твери, в три квартиры уже можно смело въезжать. Еще в шести квартирах можно жить после, цитата, ряда первоочередных мероприятий на объекте. Отбивка штукатурки, завершение ремонта кровли, восстановление перекрытий. Жители дома выступают категорически против такого ремонта и требуют капитальных работ. В противном случае они отказываются покидать гостиницу и возвращаться в дом. По итогам экспертизы я читала, что износ дома 60%. Для того, чтобы признать дом аварийным, нужно 70%. Но я думаю, что это просто смешная ситуация. Где эти 10%? Это нужно просто кто-то, чтобы погиб еще, и тогда будут 10% под обломками. Достойный капитальный ремонт. Ну, вопрос-таки опять дом с шлакозасыпной. Возможен ли на таких домах капитальный ремонт? Экономически выгоден он нашему городу. Серьезное опасение у людей вызывает и предстоящий ремонт кровли, который будет выполнять компания ООО «Монолитстрой». В день трагедии работы непосредственно на крыше выполнял субподрядчик компания ООО «Альянс». Директор субподрядной фирмы будет находиться под домашним арестом два месяца. Они хотят сделать тяп-ляп. Я сегодня звонил в «Монолитстрой», директор Самсонов, по-моему. Он сказал, что, я говорю, когда вы собираетесь приступать? Он говорит, завтра. Я говорю, у вас документация есть? Нет. А что вы хотите там делать? Мы приедем на месте и посмотрим. То есть, соответственно, они приедут, как можно быстрее все это заляпают. Никакой гарантии, ничего нет. Единственными, кому может быть предоставлено жилье, остаются девочки, мать которых погибла под завалами. Что касается остальных жильцов дома, свое право на достойное жилье они намерены отстаивать до тех пор, пока не будут услышаны. Будем битинговать. В такие квартиры страшно уезжать, сами понимаете. Я как бы тоже жить хочу. Вот такого смертельного исхода я уже не хочу. Марина Евстраси, Максим Андреев, Рентовый пилот.